Так вот, запись началась. Амир, у нас историк по образованию. Я хотел бы услышать, мы хотели бы услышать, кто вы, где проживаете, ну, про вас, какие регалии имеете и так далее. Алейкум салам. Я Амир Мусаев, проживаю в Астраханской области, в Привозском районе, в село Башмаковка. Сам этнический новай, или как у нас здесь принято говорить, юртовские новаи, юртовские, ну, русских называют татарами, для них мы все татары. Это, так скажем, внешнее название. Самоназвание у нас новайлар. В принципе, юртовские понятия, это тоже понятие такое внешнее. Самоназвания такого не было. Это вот в годы еще дореволюционные царская администрация записывала нас юртовскими, значит, карагаши записывала кундровскими и так далее. Самоназвание четко у нас новайлар было. Ну, встрики точно так и говорили. Почему через зло? Ну, это, вопросы такие возникают. Но это раньше у нас использовали арабский алфавит. Там понятно, что символ, который обозначал вот этот звук, после н, который шел, он как раз звучал как нуай-нуай. Это не принципиально. Значит, у нас в Астраханской области проживают четыре этнические группы нуваев или нагаев. Это самая многочисленная, так скажем, и самая такая, у которой национальная идентичность за последние сто лет напрочь отбита. Это вот как раз юртовские. Где-то порядка, ну, скольки там, навскидку, ну, порядка где-то сорока тысяч, наверное, наберется. Может быть, больше, может, чуть меньше. Вторая идет, это карагаши, араваш-нуайлар. Они, значит, по численности вторые. Третьими идут утары или алабугатские. Значит, и последняя, самая такая, ну, малочисленная, так скажем, она даже некоторые исследователи считают ее как бы переходной этой группой между карагашами и юртовцами. Это кундрау-нуайлар. Значит, где проживают юртовские, так называемые, или просто численности, ну, вот эти нувайлары. Они проживают в селах, а, они проживают, во-первых, в пригородных селах Астрахани, проживают, значит, на территории самой Астрахани. Дело в том, что некоторые села юртовцев были близко расположены к Астрахани, но за счет того, что город расширялся, границы расширялись, и, так скажем, эти территории влились в черту города Астрахани. Значит, к ним, таким вот влившимся, так скажем, на часть Астрахани, бывших юртовских сел, нужно назвать это Тьек. Тьек – это такая вот слобода, ее по-русски называют Царев, Зацареви. У нас говорят Бргатек, Аргатек. Дело в том, что его территорию делит река по-русски Царев. Почему Царев? Царева протоку ее называют в этих русских летописях. Почему? Потому что на берегу этой протоки как раз располагалась, согласно, опять-таки, документам, ставка предпоследнего хана Астраханского ханства Ямгурчея. Вот. Поэтому вот по местоположению его ставки ее называли Царева протока. А, значит, формально это территория, вернее, это, значит, село было нашим, как бы, формальным таким неофициальным административным центром. Это самый большой такой населенный пункт был. По некоторым сообщениям, там было порядка к 30-м годам, по-моему, прошлого века, где-то не то 15, не то 17 мечетей. Именно там жил и, значит, работал, значит, Абдрахман Умеров, он Карагаш Нувай, вот этот наш известный деятель, да, религиозный, общественный историк тоже, кстати, один из основоположников джадидизма среди наших вот нижневолвских тюрк. Именно здесь родился, вырос, и вот буквально в прошлом году открыли ему памятник, и начинал свою деятельность, и открыли в прошлом году вот памятник. Это Абдул-Хамид Женебеков. Это тоже территория Царева или Аргатьяк. Далее, следующий населенный пункт, который вошел в состав уже современной Астрахани, это, значит, Казаул. Это, я называю юртские названия, нувайские и русские, или Машаик его по-русски называют, или еще, говорят, поселок Казачий. Значит, чем он известен был, почему он Казаул? Дело в том, что там в свое время располагалась, так скажем, резиденция или там местопребывание Кадия или Казыя, как говорят у нас, то есть священника верховного. Ну вот это, в общем, тогда муфтиф этих никого не было, а был Казык, который был верховный, вот, религиозный, значит, руководитель и судья. Вот Казаул. Кстати, на территории, вот, значит, мусульманского кладбища этого населенного пункта, то есть кладбище Машаика, находится зиарат или захоронение особо почитаемого Аулие. Это Баба Туклес Шашла Азизе, которого считают, значит, считал своим предком основоположник, значит, Нагайской государственности Идиге. Это, так скажем, привет нашим тем оппонентам, которые считают, что могила Шашла Азизе находится там, где-то в Казахстане. Нет, он 700 лет тому назад, он чем известен, он 700 лет тому назад, а в этом году, кстати, исполняется 700 лет, событию, это официальному принятию ислама в Золотой Орде узбек-ханам. Так вот, именно этот Шашла Азиз был в числе, Баба Туклес был в числе тех миссионеров, которые распространяли ислам на территорию Дэшли Кипчака и способствовали принятию официальной, в качестве официальной религии ханам-узбекам, ислам. Значит, следующий населенный пункт, который тоже сейчас находится в составе Астрахани, тоже Юртовский, это Семяковка. Значит, название его связано с основателем данного населенного пункта, это Семека Арслан. Далее уже идут населенные пункты, прилегающие к, ну, подходящих прям границам города Астрахани, районов Приволжского и Наримановского районов. Дело в том, что это исторически связано, почему эти села находятся рядом, или аулы находятся рядом с данным городом. Это еще идет со времен Астраханского ханства и включение данной территории в состав русского государства. Мы это проговорим далее. Значит, в Приволжском районе следующее село относится к населенным пунктам, которые были основаны именно юртовцами, то есть Мугаэми. Это вот село, где я живу, Кзан по-русски, по-русски будет Башмаковка. То есть наше название Кзан. Кстати, когда Исакопаев писал свое произведение, по-моему, он «Нагайский словарь», если не ошибаюсь, как он назывался-то, там он упоминает понятие Казан, но он его связывает, говорит, что у нагайцев нет этого топонима, а есть такой топоним Мунгышлаки. Вот я хочу сказать, что казахи не знают, откуда вообще это понятие появилось в Казанониях. Они знают, почему, потому что вот это понятие Казан, которое у них есть, там есть районный центр недалеко от Афтал, оно связано с периодом, именно нагайским периодом, когда весь Западный Казахстан, в том числе и Северный Мунгышлак, находились под властью Нагаев. Я там общался, в 2010 году я там был на конференции, именно там, кстати, Трипавлов был, многие вот Нагаеведы и так далее, и там я спрашивал у местных, как его, ученых и у местных Крэйведов, говорю, что это означает, вот это название-то, объясните мне, пожалуйста. Никто не мог объяснить. Я говорю, ну вот у нас, я говорю, вот приехал из такого вот села, у нас, говорю, само название нашего села вот такое, означает то-то-то. Я так, да-да, говорят, мы, говорит, не слышали такого. Я говорю, ну откуда вы услышите-то? Понятно, это Нагаеведы, это наследие Нагаев у вас там. Следующий идет, значит, населенный пункт, они прямо рядом друг к другу стоят, вот на берегу реки Кизанки, это одна из рукавов Волги, когда Волга на Волгской дельте начинается, значит, вот этот рукав идет Кизанка, вот одно село Кизан, следующее это Каргалах, или по-русски Карагали, и чуть южнее село Яксатова, или Майли-Куль. Далее идут такие села, как Три Протока, Жамали, Кулаковка, Кулакав, Осыпной Бугор, Ярлэтуба, значит, Келинчи, Келящи. Ну вот, в принципе, я перечислил все села вроде бы Приволжского района, далее идет Наримановский район, здесь прям плотную, буквально через Волгу напротив Астрахани, где вот новый мост у нас начинается, стоит такое крупное тоже, Ногайское, ну, Ногайское село, это Солянка, или Сулянка. Далее, значит, в Нариманском районе у нас есть Биштубиновка, Биштуба, Старая Кучергановка, Канга. Ну, вроде бы все я юртовские села перечислил. Значит, каково теперь происхождение данной группы Ногайв, да? Здесь, конечно, много таких гипотез, вопросов и так далее. Это часто связано с чем? Это связано, в первую очередь, у нас с политическими этими реалиями. То есть, поэтому порождаются всякие порой даже мифологические гипотезы, которые не имеют никакой основы под собой. А если брать, так скажем, источники, то, например, в частности, в русских летописях, связанных с вхождением Нижневоложского края в состав русского государства при Иване Грозном, там четко пишется, что когда пришел Иван Грозный, вернее, войска Ивана Грозного сюда пришел, сам он здесь не был, здесь были его воеводы, там, висковатый черемисинок, если я не ошибаюсь. Так вот, хан отсюда, Дербиш Али, последний хан отсюда, благополучно, так скажем, ушел, скрылся со своей свитой. А вот, как там пишут летописи, эти самые воеводы, они собрали вот этот весь народ, всех его подданных, всех его, так скажем, всеясачное население, то есть подданное население, и привели, из них взяли шерть, то есть взяли, так скажем, присягу. И в данном случае это самое население, оно дает присягу уже новому правителю в лице Ивана Грозного, и в дальнейшем вот этих самых жителей, так скажем, вот этого края, а здесь больше никого и не было, в принципе, здесь потому что калмыки, казахи и прочие сюда пришли намного позже, туркмены в том числе позже намного пришли, они включаются в состав вот подданных русского царя, и там дают им такое вот официальное государственное, так скажем, наименание, как юртовские ногаи. Юртовские ногаи, то есть в переводе означает либо местные, как они пишут, ну, юрт – это местность, да, либо, когда иногда некоторые исследователи пишут именно вот того времени – домов, то есть юртовские, юртовские, юртовские и так далее, это обозначает местные, ну, туземные, так скажем, вот и все. А так, значит, это население здесь у нас было, ну, часть была полуоседлая, понятно, часть занималась, так скажем, земледелием, потому что уже в 1636 году, когда у нас в Астрахани побывал колштинский посол Адам Алиари, он пишет, что рынки Астрахани полны всяких там дешевых, значит, товаров, в том числе этих, как его, бахчевых и садовых культур, и пишет, что их сюда в очень большом количестве поставляют местные татары, ну, под местными, под ногайские местные татары, он пишет. Под татарами, конечно, понимает именно вот этих муаев, а подчеркивая местные, он имеет в виду, что это те, которые здесь жили испокон веков, так скажем. Возникает вопрос, да, если бы все вот эти местные, так скажем, нуаи были бы кочевниками, а как они за короткий период, так скажем, от момента вхождения в состав российского государства, это 1556 год, как они уже в 1636 году, то есть прошло где-то 70 лет, стали такими искусными этими садоводами, там, бахчеводами и так далее. Это невозможно, потому что у нас перед глазами яркий пример, возьмем, например, наших соседей казахов, которые проживают в Астраханской области, их в 30-м году насильно во время коллективизации, значит, привели к оседлости, но они, среди них, так скажем, не видно такого вот момента, чтобы они занимались бы земледелием. Они также живут так, как их жили их предки, то есть занимаются скотоводством только, оседлым, да, многие занимались, вернее, работали в рыболовных тонях, в рыболовных бригадах и так далее, но земледелием занятия у них это не наблюдается. Почему? Потому что это тоже, здесь должна быть определенная традиция, которая передается из поколения в поколение, вот, а данная традиция у юртурцев, она откуда идет, вот, это традиция, причем поливного земледелия, которое позже было перенято у нас, переселенцами из Среднего Поволжья, татарами-мешарами, татарами, как его, казанлы. Вот, это вся традиция поливного земледелия, она здесь очень внизу, в Волге, имеет древние корни. Это, понятно, это Золотая Орда, это вот эти чигири, вот эти арыки, вот это поливные, вот эти все ирригационные системы, которые здесь были, которые вот описывают тот же Ибан-Батута или другие, значит, современники той эпохи ордынской. А, возможно, здесь даже и наследие, так скажем, хазарского периода, когда здесь были, значит, хазарами освоены, вернее, да, освоены такие приемы поливного земледелия и лиманного земледелия. Лиманное, это когда после освобождения от, после половодия, когда земля освобождается от воды, то есть вот этот участок земли, который уже, так скажем, заряжен влагой и так далее, просто запахивается и там что-то сажают и далее ждут этого, когда урожай поспеет. То есть у современных юртовцев до где-то 50-60-х годов прошлого века оба приема существовали и лиманного земледелия, и поливного. Сейчас, правда, осталось только поливное. И, кстати, именно вот юртовские села и те села татар, имея в виду переселенцев, потомков переселенцев с Казани и Мишар, которые освоили именно вот ту деятельность в виде поливного земледелия, именно они сейчас являются основными поставщиками ранней земледельческой продукции, в частности, это вот овощной, на рынке нашего города Астрахани и на рынке соседних регионов России, в том числе, кстати, и Казахстана. То есть юртцы, они сейчас это не забрасывают, и этим живут. Мне вот вопросы такие, немножко уточнить хотел. Вы историк по образованию, но какие у вас регалии есть? Я к чему спрашиваю? Потому что вес, допустим, человека с регалием будет гораздо выше, чем, ну, допустим, у меня. Я понял. Регалий у меня никаких. Я историк по образованию. Я работаю в школе. Я, этот, учитель, но также занимаюсь активно этим краеведческим деятельностью, этнографией и так далее. То есть, ну, регалии никакими я не обвешан. Я такой же рядовой, как и вы, человек. Вы не рядовой. У вас много говорили, мои друзья. Нет, я имею в виду в плане того, что там отмечен как-то властью, понимаете, в этом плане. К регалиям к этим сильно я не стремлюсь. Это меня, это не это на первом месте стоит на меня. На самом деле надо бы, потому что у нас есть, конечно, и доктора наук, и кандидаты, но чем больше звания, звание тоже имеет какое-то значение. Вес придает. Вес придает, но с другой стороны, оно и какие-то ограничения создает, понимаете. Абсолютно верно. Оно создает. То есть, нету регул от этого, как скажем, бывает это порой, пространство для маневра. А у нас это есть. Конечно. У меня вот вопрос возникает. Казалось бы, мы друг другу помогаем. Вот такая пословица у нас есть в Дагестане, почему мы друг друга, ну, понимаем, конечно, да, но это нам нужно будет напрягаться. Некоторые нюансы в речи есть, которые мы можем друг друга не понять. Кстати, вот одна из причин, по которой мы сейчас по-русски разговариваем. Причин много. Причины исторические, причины культурные, причины бытовые. Дело в том, что, ну, я вам уже говорил, что территория Нижней Волги вошла в состав русского государства уже где-то вот в середине 16 века, а остальные Нагаи, в том числе и дагестанские, этого, как его, карачаевские и так далее, они вошли немного позже. То есть мы были, так скажем, немного изолированы от вас. Не было контактов таких, плотных раз. Потом это влияние контактов, в том числе и с казанскими катарами, здесь наблюдается. Причем влияние шло не только годы. Советская именно власть у нас принято говорить, что значит, советская власть, да, это есть, советская власть, она вела политику укрупнения определенных наций за счет других. Поэтому группы Нижневолгских-Нагаев попали, так скажем, под пресс-татаризацию, а в частности, нагайцы, которые вот живут, по-моему, в Сулакском районе, да, они попали под комыкизацию, то есть там они говорят по-комыкизски, то есть у них там четко это все прошло. Много там новая попало под комыкизацию. Да, 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 вот под комыкизацию попало. Это все политика. Ну и здесь также надо учитывать, значит, бытовые, рыночные и прочие отношения. Дело в том, что мы здесь оказались в такой ситуации, когда действительно, когда в 18-19 веках началось переселение вот этих средневолгских татар сюда, они активно заселяли с первого города, и там у них устанавливалось с юртовцами хозяйственные какие-то, рыночные отношения и так далее. Понятно, что вот эта речь, ну, разговорная речь, которая в городе велась между приезжавшими туда юртовскими мужчинами и местными, и вот этими казанлы, они, конечно, старались говорить так, как говорят, то есть подстраиваться под эти казанлы. И потихоньку вот вот эта фонема, она менялась. Фонема менялась. Причем надо, значит, если посмотреть исследователей, то у мужчин речь, так скажем, трансформировалась быстрее, чем у женщин. Женщины сидели дома, занимались хозяйством, детьми, поэтому мало контактировали. У них было мало внешних контактов вплоть до советского периода, когда и мужчины, и женщины были объявлены равными в своих правах. И поэтому женщины именно, кстати, были носителями той древней вот этой культуры, в том числе языковой. Здесь также одним из косвенных доказательств является история костюма. Мужской костюм, он более такой, так скажем, ну, интегрированный, то есть там более он такой универсальный, так скажем, да, а вот женский, а женский костюм, вот, в том числе юрту, он сохраняет именно чисто нагайские вот эти черты, там вот такие элементы одежды, как каптал, аркалырк, атул, березя, там, и так далее. Все, все это, вот это, аспа, вот эти, как его, серебряные украшения, накосники, и так далее. Все то, что есть у различных групп нагайцев, проживающих на Кавказе, в Ставрополе, в Крыму, это все есть у юртовцев, у юртовских, у юртовских этих, у карагаши, и это вот как раз является как бы объединяющим началом. То есть у нас эти элементы есть, а вот у казанских этих татар этого ничего нету, потому что это совершенно другая культура. А в том костюме у нас осталось что-нибудь вообще? Все-таки? Ну, в мужском костюме опять сейчас как такову мужского костюма почти и нету, но если посмотреть фотографию довоенные стариков, там это отличительная черта, это во-первых, на головах вот эти смужковые шапки бурклер, это и есть. Далее, что ну, вот эти чапаны, вот эти халаты определенные, далее штаны, сапоги, на ногах сапоги обязательно ущерб или кожаные, потому что это, кстати, одна из отличительных черт. Дело в том, что когда первые переселенцы из Средней Волги сюда приезжали, я имею в виду татары, мишары, а приезжали сюда в основном бедные слои, бедные, да, и основная это, элемент, основной элемент обуви у них были лапти средневолгских татар. Так вот, местные нуаи их называли, сейчас скажу, жукаяк, жукаяк в переводе означает это надевший на ноги, так скажем, лыка, то есть то, что сделано из лыка. Жука это липа, да, то есть лапти делали из лыка, который дрались из-под коры липы, вот, и когда они сюда приезжали в этих самых лаптях, для наших, так скажем, прадедов это было как-то диковато, да, вот они, вот это хазан-лы среди местного населения закрепилось прозвище жукаяк, жукаяк-лер, когда вот говорят жукаяк, все понятно, синоним, это хазан-лы, это не местный, то есть здесь были моменты вот такие на бытовом и прочем уровне, они до сих пор, кстати, остаются, которые отличают наук на, так скажем, уровне вот этно-этнических вот этих отношений, понятие свой-чужой, кстати, это сильно и с той стороны, хазан-лы, они никогда, когда вот между собой они общаются, так скажем, да, никогда они, ну, ваев не называют тотально, они говорят, это ну, ваев, хотя, когда с тобой общаются, они тебе будут говорить, да, ты наш, ты тотальный и так далее, но это уже, так скажем, двойные стандарты, это двойные стандарты. А на этом поводу возникает вопрос, слово о кавказилизь, а то есть с окнагайцем, придуманное казахскими националистами, будем так говорить, да, получается вот такой странный вопрос, астраханские новая тоже, что ли, о кавказилизь получается, раз до войны носили такие же папахи, такие же, такую же одежду, женщины тоже наши видимо о кавказились, что вы можете сказать по этому поводу правы ли они мы а кавказе лизер нет допустим можно привести пример тех же каракал паков они тоже надевают папахи такие же примеры туркмена одевают папахи да нет папахи дело в том что если бы элемент если бы папаха она была бы так скажем этим как его чужеродным элементом то в нашем языке не было бы своего названия элемента то есть мы бы так скажем восприняли бы с этим элементом одежды и чужеродные название как ты его немножко там под свой язык так скажем ну трансформировал да но дело в том что у нас название бург она идет из древнего бург да поэтому говорит о том что наши нашим этим как его элементом одежды же папаха она не является неправильно далее если смотреть все вот эти элементы костюма женского и мужского здесь четко последующие следующие например в отличие от элементов одежды тех же самых монгол у нас обязательно вот у западных тюрк я имею ввиду половцев и а мы являемся одними из их потомков обязательно является что в одежде есть одежда должна быть приталенной должна быть видна тая то есть что мужчина что у женщины это наблюдается у нас далее у нас и у мужчины и женщины за вот эти оба запаха ну обе с половиной вот одежды они как бы стык в стык застегивается у монголов если вы заметили там идет запах такой большой да в правую сторону вот следующий момент еще что отличить на это вот присутствие вот этого плесированного такого ну виде гармошки этого подала особенно это наблюдается вот например на старых таких платьях и капталов наших вот этих бабушек и прабабушек и кстати такой элемент например костюма находили археологи половецких курганов то есть это скорее всего наоборот кавказ воспринял элементы так скажем тюркской вот этой древней тюркской половецкой культуры тогда все это было модно это все было модно вспомните даже более древние вспомните например времена там хазарского как она-то когда при дворе византийских императоров начинают носить там эти как его какие-то вот элементы костюма помог шапки я не помню что ли которые туда были привезены и свиты если не ошибаюсь принцессы чичак чичак чачак переводит цветок да любой там тюрк это поймет любой ну а это поймет вот это скорее всего вот влияние наши наших предков они наоборот потому но потом и на территории кавказа же хипчаки очень сильное влияние имели 40 тысяч тех же самых пола половца стояла при дворе грузинского там царя если ничего это вид строитель что ли имею его не помню который туда ушли вместе с с ханом а траком это бесследно это не остается это какой-нибудь цвет но оставляет поэтому говорить что о кавказе свету неправильно из них это у нас современный танец я знаю как половецкий танцы к примеру даже есть такое выражение принципе половецкий танцы танцевали везде везде и когда возрождали этот танец да они на академическом уровне в театре начинали танцевать русские ребята поднимали по моему с венгрии эти вот корни этого танца я вот смотрел его по ютубу везде там да там есть какие-то общие черты с лесгинкой а лесгинка принципе это просто приспособлен к современности танец как бы небольшой такой вот я вот считаю например что лесгинка тоже имеет какие-то наши половецкие ногайские корни вы согласны я не знаю насчет лесгинки потому что у нас лесгинку как таковую не танцевали вообще у нас у нас есть у нас по крайней мере есть свои танцы здесь этап шатер это это щебеля это пола шпак он называется назывался вернее это назывался там свои имен танцевальные мелодии с киаусы это когда вот идет свадьба на стороне невесты когда чистую джиниха до киаусы лидлер вот киаусы и так далее но у нас тоже связь с кавказом было потому что есть определенные мелодии которые наигрыши у них даже название если из гинка тамара там махачкала киски и так далее да но они естественно переработаны под местную эту так скажем ну традицию танцевальную вот у меня другие вот наблюдения есть но другие эти кстати этот ну есть эти как скажем есть другая информация вот у нас соседи наши которые проживают калмыки да не без калмыки вот у них калмыки это монгольский народ кстати да которые сюда как вы помните пришел в семнадцатом веке нагайцы тоже с ними сперва воевали потом устанавливают соседские отношения так вот калмыки они считаются среди монгольских народов одним танцующим так называем то есть другие монгольские на других монгольских народов таких танцев нет и кстати у них танцы называются словом и ищкаби например ищкаби то есть это наше слово танец даже вот слове ищкаби есть присутствует нагайское слово вещька это коза козел то есть танец козла и танец козы и вот элементы их танцев и так далее и даже кстати мелодика мелодия да они сейчас вот эти все танцы исполняют с помощью чего с помощью саратовской гармошки которая кстати активно используется сейчас использовалась вернее юртовских ногах и у карагаши далее сами вот эти движения элементы они кстати близки к нашим танцам и здесь вот музыкальные танцевальные исследователи из калмыцкой республики они признают нагайские влияния не говорят ну да говорит ну не не напрямую конечно не совсем так но вот частных разговорах они говорят они признают это они говорят да скорее всего это влияние на гайку когда сюда не приходили шли с этой с монголии до западные этого у них не было и они они это вот восприняли попав вот в эту как вот в это нагайское окружение и кстати у них костюм тоже отличается от монгольского классического вот если посмотреть на мужской костюме так далее и даже название элементов одежды у них тоже заимствованные тоже у ногаев беспятных вещмед и так далее пусть это насчет это так вдогонку теме о кавказе здесь скорее всего ну айлак имели влияние в плане культурного они наоборот потому что у нас было довольно у нас была довольно мощная культура понимать у нас было государство и так далее то есть кто может у нас было не одно государство нас были государства понимать все пост ордынские государства которые возникли после золотой орды да и сама золотая орда она была заселена ногами вот и все как может например на кого на какой-то народ или на какой-то ну каких-то людей влиять ну другой этнос у которого государство было ну присутствовал либо на каком-то там первоначальном уровне рудиментом или его вообще я не я вот если смотреть на кавказ там нет таких мощных государств особенно на северном кавказе которые имели бы какой-то вот такое ну как говорят сейчас региональное значение они имеют имели местечковое значение они региональные то есть дальше вот этих долин дальше вот этих горных хребтов они не выходить вот вы упомянули про а насколько я знаю сейчас утары будем так говорить группа новая но практически ассимилирована калмыкиями они сохранили свой язык или вообще какова судьба их как они вообще оказались насчет ассимиляции я не могу вам сказать потому что я сам с ними напрямую вот не общался я не был вот в этих утарских селах но люди которые там были общались они говорят что язык их такой же как вот уют почти почти так ну по поводу ассимиляции тоже немало сказать он нынешние вот самоназвание вообще самоназвание у них новойлер они себя новойми называют ну сейчас силу вот там татары тоже в свое время проводили политику татаризации есть конечно там влияние тем более в наримановском районе где есть населенные пункты где живут именно компактно переселенцы из казани из пензы и так далее конечно они там определенные влияния на них имеют у меня вот вопрос связи с танцами вообще вопросов реально очень много очень интересный разговор получается со знатоком очень хорошо говорить насчет танцев вот казахи например утверждают что у них не танцевали мужские танцы вообще принципе и вы говорили что монгольские народы не танцуют если связь между эти двумя утверждениями возможно есть возможно есть ну как понимать танцуют я не искусствовед так скажем просто я вот то что знал что что слышу то что читал то что эти за так специалисты поэтому вопросы говорили я сказал сказал по поводу танцевального искусства казахов я честно говоря по поводу этого не интересовался они пытаются сейчас выдать за свой танец вот этот пара журга кара юрга как называется давно это больше по моему как раз айратское влияние западном монгольской да но там даже если посмотреть на те движения которые там присутствует и там обратить внимание что танцу еще не двигается почти то есть он извивается какие как то вот какие-то тела и эти движения руками и плечами производит но вот такого вот рисунка танца которого присутствует на гайских танцев той же самой лесгинке или у калмыков этого нет у нас же основной момент какой это вот вот даже братья если калмыков нас и этих кавказский народ ту же самую лезгинку да потому что это элементы подражания чему то есть это животным то есть там мужчина это орел да который кружит вокруг там девушки девушка там либо символизируется с лебедем либо там с кем там еще с какой-то вот так скажем более такой птицей да слабый а мужчина это как орел который вокруг жится вокруг нее там пытается либо защитить ее или как-то там обратить на себя внимание то есть основной элемент основной элемент рисунок танца такой но вообще насчет этих танцев довольно много интересных этих моментов если вот брать у нас у юртовцев у нас же где-то вот до войны присутствовали вот эти элементы архаики они были сохранены и там существовало среди молодежи такой вот объединение существовало в каждом квартале а села юртовцев делились на кварталы дело в том что в каждом селе была своя религиозная община так скажем которая объединялась вокруг мечети одной если вот селе присутствует там 5 или есть пять или шесть этих мечети значит всего делилось как раз вот эти на пять или шесть этих махаля как их называют называли вот у нас селе шмаковки было четыре махаля причем что интересно название да вот такие архаичные и в двух названиях присутствуют эти эти этнические названия тех самых родов которые видимо участвовали в становлении нашего народа вот у нас есть был такой махаля как кинэгэсау это кинэгэсы и курнатау курнатау это кунграты два махаля носит название базарау и хужау хужа тоже непонятно с чем связано может связано это с религиозными определенными деятелями миссионерами да а возможно это тоже родовое например у тех же казахов присутствует рот кожа да который относится к потомкам пророка и его ближайших сподвижников у соседнем селе карагали в карагалыке присутствовало имелся имелся два таких родовых названий как кирита ул это кириты и там шаг это кипчаки вот в цареве этого говорил я вам этот крупный самый такой населенный пункт который был там даже упоминается такое ну по рассказам старожилов упоминается такое вот интересное родовое название как то кузугуз такузагузы то есть это вот эти центрально азиатские уйгуры не современные уйгуры еще те эпохи так скажем тюркского и уйгурского каганатов это где-то 7 8 9 века вот в каждом вот этом самом ахаля был свой совет старейшин маслахат своя религиозная община и мужчины ходили только в свою эту мечеть это чем-то напоминает чем-то напоминает но не сто процентов конечно это деление кавказских на этих селений в как у кавказских мугаев это кубы у вас же там есть понять понятие куб да вот а у нас здесь вот так было и вот в каждой самой вот этой значит махаля было еще раз кого организация жизнь называется и вот она имела какие значит эти так скажем но с какой целью на создавалась создавалась целью воспитания подрастающих вот этих молодых людей выбирался среди них обязательно же иного это старший у него были его так скажем заместители это тархан и тамада по моему еще вызывался следующий и вот они решали а вот эти все вопросы среди подростковой среды например когда в этом самом махаля происходило свадьба допустим да или какой-нибудь такой ну какой торжество вечер старики мужчины своих дочерей доверяет только вот этому же иного же иного приходил просил дозволение позву ну у отца позволить ее дочери ну так скажем присутствует на этой свадьбе отец отдавал так сам ну под его покровить девушку и он отвечал уже же и надо отвечал за него полностью говорится если что то есть ее обидели там на свадьбе и так далее да он полностью не за это отписан но за это у него была так скажем определенная ну привилегия вот на этих танцах единственно кто единственно мог танцевать одновременно с двумя девушками это был же иного это его была такая привилегия понимаете да интересные такие моменты даже есть такой этот по какому принципу этого самого же иного выбирали там по моему как поговорка сохранилась она звучит следующим образом оса оса у был сан асарлар юаш был сам басарлар уртажа или егать было бьерсэр джи иного это псаила басарлар то есть ну понятно да асал это бешеный да это мог тебя повесить неистовый юаши это слишком такой смирный да наоборот наоборот то есть надо было быть таким среднем таким по темпераменту разу таким взвешенным и так далее человеком на чтоб тебя выбрали именно же и вот по рассказам стариков ну сейчас уже многие сейчас уже почти тех людей которые это так скажем застали в жизни они уже все уже ушли в мир иной они говорили что до тридцатых годов именно вот так скажем авторитет вот этих же иного авторитет вот этих советов старейшим даже во времена когда здесь уже установил советской власть он был сильный очень сильный то есть сперва спрашивали так скажем совета вот у этих людей а потом уже шли в сельсовет вот так вот нет сейчас пока этого ничего нету вот смотрите еще от 90-х годах я от ногайских ну будем говорить мудрецов у нас официальный мудрецов не выбирают конечно но все-таки я слышал что 21 век это век возрождение новаев соответственно вот вчера прочитал я статью одну в котором татарские как правильно выразиться националисты ассимилиаднисты что ли призывали бороться против башкирского башкиризации татар соответственно у меня вот возникает вопрос то есть они в числе башкир перечисляли и астраханских татар ногайских татар вообще всех получается получается так что самосознание народов особенно ногайского народа это оно возрождается поднимается как бы и отнимает тех которые были у татар на данной секунды да вот как вы смотрите все таки имеем ли мы право быть татарами или может быть они имеют право быть новаями или как вот как это называли все таки новаями и астраханскими татарами называли и ногайскими татарами называли. Соответственно, как так получается? Какой мы можем дать отпор, ответ каким-то образом выделиться? И вообще, должны ли мы это делать? Неужели, может быть, лучше будет нам всем стать татарами и возрождать татарский народ вместе в одном? Как вы считаете, где правда, где правильно, где неправильно? Ну, как вам сказать здесь, кто имеет больше права и так далее? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что вот у тех же самых Хазанлы понятие татарин, оно появилось после отмены крепостного права. Это вторая половина XIX века. Если я не ошибаюсь, автором этого проекта создание вот этого, именно названия и объединения значит, народов мусульманских, которые проживали в Среднем Поволжье под понятием татары, был Шибагуддин Маржан. Вот. Дело в том, что вот когда они начинают говорить, вот мы татары и так далее, я имею в виду Хазанлы, я им говорю, скажите мне, а почему вот в вашем фольклоре присутствуют такие поговорки, пословицы, в которых вы, наоборот, татар, ну, понятие татарин, вы, наоборот, вы даете в таком, ну, негативном свете? То есть у них есть такие, например, поговорки, татар, атасан сатар, татар бар жирда, катир бар, татар, как он так называется, татар баиса, аярон сталь, гасал бутра и так далее. То есть я говорю, ну, если бы вы были бы, например, генетические, там, ваши предки действительно носили этот этноним татары, вы бы сами себя бы так бы не унижали бы. Они задумываются, но ответить на этот вопрос не могут. Почему? Потому что их предки, вот это, ну, оселение среднего Поволжья, оно под понятием татарин подразумевало вот ту страту, ту вот эту группу, которая ими во времена там Золотой Орды, позже во времена Казанского ханства управляла, понимаете? Это вот это военное, вот это феодальное сословие. И там, кстати, в большинстве своем присутствовали нагайцы. Ну, яркий пример, это группа вот этих, значит, нагаев, которая туда ушла, допустим, в той же самой Сюембике, да? Вот. Теперь же, после того, как все это осталось в далеком прошлом, в конце XIX века это все возрождают и начинают под это дело, так скажем, подгребать всех и вся. Здесь еще такой самый, ну, еще у них был плюс в каком плане? Дело в том, что понятием татарин или татары называли всех вот этих народов, тюркских народов, и не тюркских, кстати, которые проживали на территории бывшей Золотой Орды, Монгольской империи. Это называли их русские летописи и арабы, по-моему. Вот. Вот в русских летописях все, кто живет на востоке от Руси, они все татары. Кто живет на западе от Руси, они все немцы. Там есть английские немцы, голландские немцы, испанские немцы и так далее. А здесь есть эти, как его, казанские татары, астраханские татары, нагайские татары, горские татары, кавказские татары и так далее. Это традиции, ну, в царской России присутствуют. Даже вот когда, например, создавали дикую дивизию во времена Первой мировой войны, это сто лет назад, там был так называемый татарский полк. Он состоял не из татар, он состоял из азербайджанцев. То есть азербайджанцев называли татарами, из-за кавказцев. Но самосознание этих народов после, национальное самосознание после революции росло, крепло, они все в большинстве своем вот эти экзоэтнонимы от Мело назвали себя так, как они себя называют. Горские татары себя называют карачаевцами, балкарцами, эти, как его, дагестанские татары себя кумыками называют и так далее. Почему нам так называться? У нас есть само название Нуай, которое, так скажем, прославлено исторически. Например, на Востоке вообще, в восточной части степи у казахов, у узбеков вообще нет понятия, не было понятия татарин. Тот же Абай Кунанбаев, например, в своем вот этом, как он называется, в своем произведении, если я не ошибаюсь, он называется «Черное слово» или «Карасуль», что ли. Там он, да, там он же, когда говорит Нуай и так далее, он там же говорит не про нас с вами, он говорит про казанских татар, которые несли рекрукскую службу и так далее, да, но к ним он этноним татар не применяет, он применяет этноним Нуай. Почему? Потому что понятие татарин там было среди казахов, среди узбеков вообще неизвестно. Они знали, что на Западе от них живут Нуай и все, больше там никого нет. Дальше их географические, этнические эти познания, так скажем, не выходили дальше этого, и этого им было достаточно. Поэтому я считаю, что на данный момент у нас есть свое самоназвание Аллахи. Этого и надо держаться. В принципе, я согласен, конечно же, но вот меня вот интересует просто физическая выгода. Это не мое мнение, я просто выдаю слова татарских там других ассимирианистов, да. Ведь гораздо выгоднее было бы всем объединиться под одним названием, тем более какие-то все-таки исторические обоснования этому есть. Например, крымские татары, к примеру. Они три субэтаса имеют, Татар, Ялыбой и Науаи, и в то же время называют себя крымский татарин. Вот они как бы объединились под этим делом. И получают все выгоды от этого. Соответственно, если Науаи, допустим, которых коих немало, татарской среде, будем так говорить, будут продолжаться называться татарами, не будет это нам выгодно? Не понял. Они будут продолжаться называться татарами? Или вы имеете в виду, все Науаи будут татары? В том числе, да. И Науаи тоже станут татарами. В чем выгода? Я не пойму, в чем выгода. Ну, то, что как бы единым фронтом выступить, побольше депутатов иметь, побольше представительства во власти иметь. Я сразу говорю, это не мое мнение. Просто я показываю точку зрения вот этих татарцев. Они предлагают нам вот эту выгоду. Ну, я понял. Представительство во власти, там деньги, выборы, много чего там есть. Нет, знаете, это все замануха называется. Понимаете? Это все замануха. У нас говорят же «Ашигаузно Гейлэр». Вот это и есть этот момент. То есть, темно используется. Просто у меня к вам в качестве контр-аргумента, это вот пример нас с вами. Нас, вернее, не с вами, а нас. Мы вот благодаря политике, так скажем, татаризации сейчас потеряли язык как таковой. У нас вот с 26-го или с 25-го года у нас здесь ведется вот политика следующая, что во всех юртовских школах, вот где живут, проживают компактные юртовцы, вместо родного языка преподается казанский вот этот диалект, казанский диалект татарского языка. И что? Ну, его изучают каким образом? В школе изучили, да, мы пришли и на своем родном новойском языке разговаривают. Так? Но здесь какие минусы? У нас вот за эти буквально, ну, сто лет уже будет через какое-то время, через семь лет, в 2026 году, за сто лет у нас не выпущено и не распространено среди вот местных, так скажем, юртовских мухаев ни одного произведения, ни одного словаря, ни одного учебника именно вот на местном диалекте, понимаете? Этого нету. А вот этот татарский казанский язык, он изучается, ну, на таком уровне, так скажем, ну, как как иностранный, условно скажем. И здесь, и вот сейчас, сейчас это одна из причин, почему многие родители от этого изучения этого языка отказываются, да, и в итоге у нас идет уже русификация фактически. То есть и свой язык потихоньку начинают, и свой диалек забывают. То есть тот язык не учит, не учит, потому что он не свой, это понятно уже на генном уровне, люди же не дураки, они понимают, что это не твой язык. А святое место пустое не бывает, ну, начинают, значит, переходить на русский язык, потому что там надо знать этот язык для того, чтобы куда-то поступить, учиться, и прочее, прочее, вот такие понятия, понимаете. И это ведет к чему? Ведет к тому, что язык, он сейчас фактически находится, ну, на грани, если не вымирания, ну, тихоньку исчезновения. Сейчас поколение, еще одно-два поколения уйдет, который является еще носителем языка, и он исчезнет, хотя наш язык, он очень древний язык, это очень древний язык, это язык, на котором говорило население вот Астраханского ханства, Большой Орды, Золотой Орды, и так далее, понимаете. Тут есть такие слова, такие, скажем, термины, которые не присутствуют не то, что там в татарском языке, но и в некоторых, даже в диалектах нагайского языка присутствуют. Это местная особенность, потому что это связано с тем, что мы здесь проживаем испокон веков, мы автохтомное, коренное место населения. Я тебе вначале сказал же, спросил, сколько тебе лет, кто старше, и так далее, ты сказал, ты говоришь, мой Агай, да, я говорю, да, Агай, у нас, обращается к старшему брату, у нас, говорю, к хахам обращается. То есть, никто из, ни татар, ни нагайцев, у них нет этого понятия хахам. Это есть только у юртовцев, у карагаши даже нет. А почему? Потому что этот термин идет от слова каган. Знаете, да? Если вы помните, каганом кто мог быть? Каганом мог быть либо, то есть, власть кагана как передавалась, старшего брата младшему, а потом уже к старшему племяннику. И вот под понятием хахам у нас обращается либо к старшему брату, либо к младшему дяде со стороны отца. То есть, это вот этот, так скажем, элемент, он сохранился, то есть, пережил столько веков. Понимаете? И сейчас, благодаря вот этой, ну, не очень, так скажем, правильной политике в плане языка и так далее, когда в угоду одной какой-то крупной нации остальные мелкие, так скажем, малочисленные этносы отдали вот эту водку привели к чему? Привели к тому, что идет деградирование языка. Деградация. И это ни к чему хорошему не приведет. Ни к чему хорошему. Потому что любой народ, любой представитель этого, как его, любого этноса возьмите, да, его, если ты от своей культуры, от своего языка оторвешь, чужую культуру, если он не будет ценить свою культуру, свой язык, чужую культуру, чужой язык он вообще и вообще не будет ценить. Он будет, ну, как сказал в свое время Чингизайт Матов, будет мангурт. И все. Это опасно. Потому что люди, которые не ценят своей культуры, не знают ее, и тогда чужую они тем более не будут ценить. Они маргиналы. Это будут маргиналы. Ни к чему хорошему этого не приведет. То есть у людей, у людей, у народов будет сбита, так скажем, система ценностей. А если этого нет, будущего, так скажем, ну, с этими людьми далеко не уйдешь. Мы им нужны только для... Почему они зашевелились, я вам скажу, мы им нужны только для переписи. От переписи до переписи про нас вспоминаешь, потом благополучно забываешь все. Абсолютно верно. Вот у меня, Хакам, возникает предложение по этому поводу. Выписали недавно словарь, и туда предлагалось включить диалектизмы. То есть наши ногайские диалектизмы с кубанских ногоев, аль-хамдулля, очень там много разных слов, которые не применяются в других местах. Как бы синонимы, да, и у тарских ногоев, возможно, есть у хараарских, у юртовских ногоев. Это у нас наши синонимы, наш язык очень богат. Много синонимов стали диалектизмами, в принципе. Я предлагаю, в принципе, внести их в словарь. Как синонимы, просто-напросто. Это был бы интересный вариант. Вот насчет татарских ассимилинистов вы абсолютно правильно сказали. Мне кажется, они просто испугались. Поэтому мы на правильном пути находимся. В том смысле, что сейчас, на данный секунд, очень много ногоев вспоминает, что они ногоев. Прямо в смысле это слово вспоминает. Открывает книгу, читает, оказывается, ногоев. Я даже более того скажу, я знаю одного аварца, который вспомнил, что он ногоев. Ярко выступает сейчас. А кумыков, не знаю, несколько человек таких знаю. Соответственно, они сейчас ходят и говорят, что без ногоев, без ногоев. Вот возникает вопрос. Самосознание юртусских ногоев какими темпами поднимать? Я знаю, что там есть, конечно, вы, например, какие шансы у нас есть, допустим, хотя бы в этом году в переписи какую-то часть юртусских ногоев показать, что они ногоев, записаться ногоев. Ну, смотрите, эту схему не я ее открыл. Любой этнос состоит из трех, так скажем, ну, таких групп, любой этнос, любой народ, да, из таких по-разному заряженных групп. Есть там определенный процент таких вот деятельных людей, да, которые пытаются всех тянуть вперед. Есть там определенный тоже малый процент людей, которые все тянут, ну, маргиналы, которым все равно они, так скажем, тянут всех вниз. И есть основная масса, которых надо раскачать. Которых надо раскачать. Поэтому сейчас мы в этом направлении начали работать. Мы вот буквально недавно общественную организацию создали буквально вот 21 5 этого февраля в день Международного Дня Родного Языка. Это праздник, который объявлен ЮНЕСКО. У нас было собрание, мы там создали именно общественную организацию, общественную, по сохранению, цель у нее сохранения и возрождения родного языка, культуры, юртских, ну, НУГАЙ ЮРТ она называется. Еще надо нам, это районная организация пока, нам еще предстоит зарегистрироваться, Алаберса. Вот. И начинаем вот эту работу. Ну, сколько людей, так скажем, запишутся НУГАМИ, я вам сейчас врать не буду, не скажу, ну, цифру я вам не скажу ни процентом, ни в количественном отношении, но то, что хотя бы несколько юртовцев запишутся НУГАМИ, это уже будет победа, так скажем, понимать, потому что за вот эти годы, когда их, так скажем, мозги прокачивали, что они татары, 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 то есть они находились под таким, скажем, тяжелым, таким литургическим сном, да, чтобы они встали и пошли в НУГАМИ, это дело ни одного дня, ни одного года и ни одного даже десятилетия, это нужно сейчас работать, это нужно сейчас работать с молодежью, это нужно молодежь это вкладывать, потому что, ну, уже сформировавшиеся личности, тем более вот эти поколения, которым сейчас 50-60 лет, там, они уже, ну, не все, конечно, но большая часть, если они там со школы им говорили, что они НУГАМИ, эй, татары, да, они вряд ли от этого уйдут, тем более, многие из них, так скажем, имеют какие-то, может быть, от этого преференции, выгоды, да, какие-то, они, конечно, будут свое толкать, здесь еще один момент есть по поводу вот этой татаризации, здесь же у нас вся вот эта интеллектуальная часть этноса, который, ну, большинство, конечно, который вот в плане культуры, в плане, там, науки и так далее, как-то себя проявляет, она быстро Казани подбирается, Казани ее быстро подбирает, находит им, так скажем, ну, выделяет, так условно, скажем, часть кормушки, да, вот, вот это твое, работай, содержи себя, достойно себя и свою семью, но при этом давай работай, так скажем, выгоду общего татаризма, и они это через, они как, так скажем, пятая колонна, через них, они вот эту свою политику здесь ведут, поэтому здесь надо создать такие условия, чтобы Нува им было быть выгодно, понимаете, у юрдовцев это есть, у них это есть, это черта, это должно быть выгодно, не просто так, у них первый вопрос возникает такой, а не галки и раковские, у большинства вот это инертная масса, а не галки и раковские, вот и все, поэтому, а? чуть-чуть подальше, ага, подальше, поэтому здесь надо с этим работать, этим надо работать, людям это все, так скажем, объяснять, и вот выпуск, вот именно словаря юрдовского диалекта, это было бы хорошо, вот мы первую задачу ставим, выпустить его, пусть сперва в виде брошюры, небольшой, но это будет уже, так скажем, первый такой шар, первый пробный шар, а дальше уже можно работать, потому что, когда человек видит слова, которые ему понятны, термины родства, какие-то хозяйственные элементы, какие-то там бытовые, так далее, которые вот названы так, как они дома произносят, это у него что-то, трогают его, так скажем, струны его души, и там уже это начинается, вот это все движение, вот, поэтому, поэтому, вот в этом направлении надо работать. Абсолютно верно говорите, Амир Ахай, Хакам, Хакам, вот вопрос возникает, каким образом идет, вообще, есть ли сотрудничество между другими группами нагайцев, ну, карагарскими, сутарскими, ну, сутарскими, по-моему, я так понял, вы даже не виделись, вот, но вот имеется в виду, между различными субэтносами, будем так говорить, ну, и организациями, какое-либо сотрудничество есть, не лучше ли вообще, мне кажется, одну организацию сделать, что для ютаских, что для карагарских, что для аутарских и других новаев, как вы думаете? Какое сотрудничество есть? Нет, это, вообще, эта идея есть такая, в каждом районе, где компактно проживает новаев, создать свою местную вот эту организацию, которая будет развивать, так скажем, именно, вот, на районном уровне какие-то местные эти особенности, да, групп вот этих субэтнических, а на региональном уровне, я имею в виду, областном, областном уже, была, чтобы организация, которая эти все районные организации объединяет и корректирует их работу. Ну, мы с этими, как его, у нас вообще в плане Ногайского вот этого движения, лидерами, пионерами, так скажем, являются представители именно Карагашской субэтнической группы. Ну, известный один из тех людей, который возродил вообще Ногайское движение Астраханской области, это был сейчас на непокойный Равилю Тимохамедович Джуманов, он, кстати, мой очень близкий человек, мы с ним долго, так скажем, сотрудничали, он сам жил долгое время у нас, в Башмаковке, работал учителем в селе, вот, потом уже где-то с конца 80-х годов, в начало 90-х он уже вот в это движение Ногайцев, он прям головой окунулся, создали они вместе с единомышленниками организацию областной Берлик, Джанибековское чтение, которое сейчас у нас проводится в этом году, по-моему, в прошлом году, по-моему, 25 лет было этому движению, Джанибековское чтение, он тоже был инициатором этого самого проекта, тоже благодаря его инициативе в прошлом году был, значит, заложен камень, закладной камень, значит, под памятником Джанибеков, Абдул-Хамита, который в прошлом году наконец-то открылся, и вот он самый этнический Харагаш-Новой, и мы, так скажем, на них ориентируемся, на их опыт, и сотрудничаем со многими этими ребятами, мы сейчас в этом направлении работаем, ребята из Идигея, ребята из организации, ребята из проекта Харагаш-Нула, и все они являются нашими этими сподвижниками, нашими соратниками в этом деле. Машаллах, машаллах. Я знаю, что Харагашцы уже 50% пути как минимум прошли, альхамдуля. Вот в 90-х годах, точно не скажу, какой год, они можно сказать привезли, украли почти, что можно сказать, наших двух девушек с Пет-колледжа в Терекли-Мектебе. Ну, то есть, как украли, предложили, хорошее предложение сделали, привезли их, они нагайский язык начали преподавать, естественно, нашли себе женихов, мужей, так и остались, и сейчас в детских школах карагашцев преподаются нагайский язык. Получится ли у вас такое сделать как-нибудь, не знаю, учительницу нагайского языка, но сейчас, в принципе, у нас пет-колледж закрытый даже в этом, в Терекли-Мектебе, но специалисты есть, которые не работают, допустим, которые готовы пойти на это предложение, но уже замужние, а есть еще в Карачаево, Черкесии наши нагайские преподаватели или специалисты, да, специалисты? Ну, это, конечно, можно сделать, но не сейчас, потом элемент какой здесь, понимаете, здесь вот вы вначале говорили про диалектизм, все-таки наш язык, даже вот юртовский, если брать, он к литературному, ну, тому диалекту, который сейчас официально признан литературным нагайским языком, он с ним отличается, от него он отличается, поэтому здесь нужно как-то немножко интегрированно подходить, вот, я же говорю, начинать вот с чего, вот с этого словаря, потом, возможно, используя специалистов в языке, попытаться разработать грамматику и прочее-прочее, вот юртовского диалекта, и хотя бы вот с этого начать, потому что здесь я боюсь, в каком плане, может это не пойти, то есть может быть такое же отторжение, как с казанским языком было, понимаете, у нас все-таки с литературным, у нас вот у некоторых групп нагаев, с некоторыми группами нагаев язык схожий, юртовский, когда вот я с ними разговариваю, они говорят, ты как наш разговариваешь, а снег, некоторые говорят, я не понимаю, что ты говоришь, говоришь, я вот разговаривал с Анваром, Суенов, Суенов Анвар есть, знаешь, что его, мы с ним вот позапрошлым годом, в прошлом году ездили в этот, в Турал мы были в конференции тоже, там, там с ним познакомились, пообщались, он говорит, ты говоришь, как наши, буквально, а с некоторыми надо там как-то вот определенные моменты оговаривать и так далее, то есть сходу ни я их не понимаю, ни они не понимают, так скажем. Поэтому здесь... Да, это очень огромный труд предстоит нам, на самом деле, огромный труд. Примером можно даже кубанских ногоя взять, аль-хамду-ля, у них ощущение полностью, что они ногоя, конечно же, но опять же есть диалектизмы, в принципе, я лично двумя руками за, я не хочу, чтобы все богатство, вся пестрота нашего языка все богатство нашего языка не было утеряно вообще, даже ни один элемент. Мне кажется, огромное право иметь, что кубанские ногои, аль-хамду-ля, что утарские ногои, которых мы как будто на край ногояльского мира закинули, как будто получается, юртовские ногои, все имели свой диалект. Это же богатство нашего языка. Я считаю это абсолютно правильно, но насчет литературного языка чуть-чуть не согласен. Все-таки, например, русский, к примеру, есть русский язык классический, литературный язык, его все знают, но в то же время есть регионы, где окают, джокают, там, не знаю, разные варианты есть. Вот как кубанские ногои, к примеру, они же, в принципе, литературный язык знают очень хорошо, но и свой диалект тоже не забыли, они вполне свободно с ним разговаривают. Дело в чем? Дело в том, что нам сейчас, нагайцам, требуется численность, не для того, чтобы ради численности, а для того, чтобы наши книги, наш язык, наша, не знаю, культура имела сбыт. То есть, проще говоря, это как торговля, как экономика получается. Будет спрос, будет предложение, как бы, типа такого. Экономически должно быть оправдан. Да. Спрос, он если маленький, то есть, ну, не нужен человеку книга на нагайском языке, потому что он не умеет ее читать. Это уже неправильно. Поэтому нужно знать хотя бы литературный язык, чтобы уметь читать, чтобы приобщиться к общему нашему богатству нагайского языка. Многие нагайские книги не переведены. Многие нагайские легенды, которые существуют на Кубани, они неизвестны в Дагестане, к примеру. Дагестанские, неизвестные в Астрахани. Ну, и так далее, и так далее. Я думаю, что нужно одновременно работать по двум фратам. То есть, и возрождение своих диалектов тоже в том числе, да, и литературный язык. Они должны как бы параллельно идти. Не знаю, вот так, я думаю. Ну, это дело ни одного года, ни одного дня, ни одного этого. Сейчас, ну, я еще раз говорю, здесь у нас был сегодня разговор по юртовцам, вернее, начали мы его. Здесь у нас первая задача это их самосознание пробить, понимаете, поднять вот это самосознание, а в дальнейшем, и дальше уже работать вот в том направлении, в котором вы говорите. То есть, по языковому этого направления, по культуре там и прочее, прочее. но для этого нужно собраться людям, нужно собраться, высказать свои мнения и прийти к какому-то консенсусу, к общему решению. в принципе, у нас сейчас очень хорошая ситуация у нагайцев, богатейшая история, которая, в принципе, всех нагайцев по-любому объединит, я уже вижу даже плоды этого сотрудничества, разговора и нашей богатой культуры. имеется в виду, куда бы ни ткнулся даже казанский татарин, я уже не говорю про юртовских ногаев и других, он в любом случае натыкается на нагая. Ногай, 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 везде в любом случае есть ногай. Отсюда вывод такой, что я лично, честно говоря, в далекой перспективе не переживаю, что ногай еще, иншаллах, все будет хорошо, но в ближайшей перспективе нам предстоит огромная борьба за каждую мелочь, которая, казалось бы, не имеет значения, но в общем в пропаганде вот этих татарских, казахских националистов, ассимилионистов, будем так говорить, имеет огромное значение, потому что это нюансы, которые позволяют им претендовать на наше наследие. Вот там кто-то там когда-то где-то называл нагайские татары, к примеру. Вот, пожалуйста, уже татарами стали. Другие нюансы они исключают, они как бы игнорируют, они как будто не замечают этого, что их самих называли в некоторых местах. К примеру, да? Но я думаю, что один час двадцать минут у нас идет уже эфир. Формат ютуба, он час-полтора это максимально, который он выдерживает. Человек вообще в принципе не способен концентрироваться. Современный человек вообще привык, что ему пять минут, шесть минут это максимально, где он концентрирует свое внимание и потом у него разбегается. Я думаю, что мы закончим на этой ноте. Очень прошу вас, еще раз выходить на эфир ко мне. Очень было интересно, нюансов очень много я узнал. С нами был Амир Мусаев, учитель истории из Астраханской области. Ассаламу Аликум. Бигбулат, по поводу общения и так далее, да, я с вами согласен. Дело в том, что именно вот такие моменты, именно вот такие, так скажем, эфиры, вообще общения, они, так скажем, стирают вот эти границы, стирают вот грань непонимания, да, между различными этническими группами нашего народа, между народами и так далее. Поэтому это хорошее вообще начало. И я рад тому, что с вами познакомился и готов, в принципе, к дальнейшим эфирам. просто давайте определимся по каким нам нужно моментам пройтись. Вы сказали, что очень много времени людей мол, утомляет. Поэтому пройдемся по определенным областям, там, по культуре, по обычаям, там, по адатам и так далее, да, юртовцев, если у вас есть какие-то вопросы, будут коротко, четко и так далее. И будем так скажем, эту тему в дальнейшем развивать. Спасибо вам. Сау. Сау. Хакам. Хакам. Саламу алейкум всем юртовским и не юртовским всем новая мира. Саламу. Саламу алейкум.